Доброй ночи, доброго времени суток. Миднайт Лофт Онлайн, как всегда, с вами. Мы продолжаем нашу лофт-терапию. Мы продолжаем наши диалоговые окна. Мы продолжаем приглашать замечательных гостей в нашу импровизированную студию. Спектр наших тем все расширяется и расширяется и расширяется. Уже кажется, что о чем еще можно поговорить, а темы все находятся и находятся и находятся. Ну, дорогие друзья, у нас очень много участников было за четыре сезона. И все они совершенно разные. Все они представители разных возрастов, разных статусов. И проект очень горд, что камерная музыка, на самом деле, она не чужда любому практически уважающему себя музыканту. И нужно сказать, что вот говоря о темах, которые мы здесь затрагиваем, ну, безусловно, та ситуация, в которую мы с вами попали, она, в общем, экстраординарная. И, конечно, красной нитью проходят разговоры об онлайн-технологиях, онлайн-опциях. Это все понятно, это все такое вот как бы наболевшее, очень актуальное. И все очень по-разному с этим справляются. Для кого-то это стресс, для кого-то это позитив, кто-то вообще об этом не думает. Ну, в общем, случается абсолютно по-разному. Также мы говорим об артистических каких-то опциях, о бэкстейджах. Мы говорим о хобби, мы говорим о лайфхаках. Мы говорим о том, как не дать себе засохнуть, как поддержать аудиторию, как заниматься саморазвитием правильно, как не заниматься деградацией, как не лениться, как не прокрастинировать. Ну, в общем, тем очень-очень много. И что прекрасно, эти темы интересны не только музыкантам, но они интересны и аудиторию. Вот я сейчас вам всем скажу привет. Сколько вас много, и это замечательно. Сегодня у нас замечательная участница Елизавета Караулова, пианистка. Очень хорошая такая девушка, которая в прошлом сезоне «Лофт филармонии» вместе с Андреем Забавниковым играли 10 мая 2019 года. Это была программа очень концептуальная. Это были две скрипичные сонаты Людвига Ван Бетховена и Кшиштова Пендерецкого. Причем последние – это просто что-то невероятное, потому что эта соната есть в репертуаре далеко, скажем честно, не каждого музыканта. И это такая была вишенка на торте, как бы такой вот раздел, разделение двух сонат Бетховена. Это было очень классно, очень концептуально. Вечер прошел на ура. И мне очень хотелось и в этом сезоне, вероятно, пригласить Лизу тоже принять участие. Но вот видите, как все получилось. Вот получилось, как получилось, но тем не менее отметим, что сегодня у нас 14 мая, которое уже перешло в 15 мая, а тот концерт был 10. Соответственно, годик прошел, и кое-как, кое-как я как бы исполняю обещанное. И уже сейчас я готова пригласить ее в студию. Но кроме того, еще добавлю пару слов. Сегодня, наверное, будет подключен весь четвертый курс. Потому что именно на четвертом курсе иногда мне под видом опавших листьев удается преподавать арт-менеджмент. Поэтому сегодня мы затронем и эту душесчипательную тему, но все по порядку. Поэтому пристегните ремни безопасности и готовьтесь к позитиву. Лиза, дорогая, привет. Как ты поживаешь взаимно абсолютно? Я поживаю хорошо, как ни странно. Сложившиеся ситуации. Я как раз тот счастливчик, который, в общем-то, оказался на время карантина в нужном месте. А нужное место – это где? Нужное место, в общем-то, я переехала наконец-то, спустя 10 лет моего пребывания в Москве. Мы переехали на свою квартиру, жили на съемной. И да, это вообще огромная радость. Это большой праздник, поздравления. Это вообще просто спасибо большое. Это невероятно, правда. Вот, и у нас около дома лес. И я совершенно спокойно могу выходить из дома. И у нас новостройка. И живут буквально пять семей, заселились. То есть я имею возможность выходить, ни с кем не встречаюсь. Совершенно спокойно. Так что, да, в этом плане все замечательно. Очень хорошо, очень повезло. То есть, получается, соседей нет, да, насколько я понимаю? Нет, соседей есть только вот дрель, там, знаешь, ремонт, везде. Но я их не вижу. Только слышу. То есть заниматься тебе комфортно, таким образом я могу сделать умозаключение. Ну, у меня электронный инструмент, то есть, ну, в полной мере, конечно, не совсем комфортно, но все-таки. В наушниках, опять же, потому что очень часто шумят, вот, но занимаюсь. Понятно, то есть редкая ситуация, когда не ты мешаешь соседям, а соседи мешают тебе. Все-таки вот в этих диалоговых окнах нечасто такое. Слышишь, видите, ребят, ну, вот хорошая история не заканчивается. Да. Лиза, ну, давай начнем с тобой с такого разогрева. Это практически дежурный вопрос, ну, и, честно говоря, мое чистое любопытство. Чем закончилась баталия на вашем четвертом курсе со списками с концертмистерским классом, которые вас заставили отправлять? Алиса, ты тоже про это уже знаешь, да? Ну, конечно, знаю. Это, на самом деле, это что-то ужасное, это правда. Потому что, во-первых, ты не занимаешься спец, ты занимаешься конц-классом. Ну, ладно, там, как бы, кто-то очень любит вокальную музыку и очень любит оперу, да? И даже не в этом дело, я люблю оперу, не в этом проблема. Проблема в том, что у кого-то есть приоритет конц-класс, да, у кого-то есть приоритет специальности. И в таком объеме, в каком мы занимаемся конц-классом, невозможно совмещать. Вот. Слава богу, что я, ну, достаточно быстро учу, и, ну, в общем-то, мне не составляет труда сократиться от список, но мне на это нужно все равно потратить время. Вот. И поставить камеру, записать, при том, что у меня иногда бывают перебои с электричеством. И как раз в тот момент, когда я это делала, у меня не было совершенно... Ну, а то у меня не было интернета, у меня не было связи телефонной. Вот. И у меня постоянно отключалась электронная пианино. И когда я пишу, понимаешь, уже, там, не знаю, фигара в очередной раз, и мне на каждой странице у меня отключается пианино, у меня уже просто начинается истерика, и я, в общем-то, я очень люблю конц-класс. Прям очень. Ну, ты знаешь, мне приходит в голову, что, как бы, поскольку на спец не остается времени, остается только концертмейстерский класс, это таким образом консерватория напоминает пианистам, чем они реально будут заниматься в этой жизни. Да, да, да. Но мы-то с тобой знаем, что это не единственная опция, да? Мы-то понимаем, что мы рассчитываем на другие какие-то вещи в том числе, скажем честно. Ну, они, видимо, этого не особо понимают. Но, в общем и целом, я так поняла, что онлайн-технологии и, как бы, консерваторский курс, ну, с ее практикой, да, которая, в принципе, понятна, это невозможно свернуть в цифру, да? То есть, получается, вас заставляют, вот в каком формате, просто хочу, записывать, ну, треки, да, то есть вот эти вот минусы, аккомпанементы, будем называть вещи своими именами, вы это отправляете своему профессору, ну, и дальше, как бы, это же не соединяется никак с вокалистом, или как дальше? Нет, 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 записывается только аккомпанемент, причем, более того, даже госэкзамены записывают, я так понимаю, что только аккомпанемент. Вот, не знаю, перенесли они, решили переносить или нет, не знаю. Вот, но это ужасно, правда, потому что ты, ну, естественно, ты не слышишь, на репетиции ты пришел, ты один раз, в общем-то, сыграл с вокалистом, ты уже понял, что где, да, и все. Тут ты записываешь, и, скорее всего, еще что-то выясняется, что не так. Вот, у меня выяснилось, что, оказывается, у меня видео перевернутое. Вот, я долго выясняла, почему у меня перевернутое видео, а потом оказалось, что просто вот на компьютере у моего педагога открывается вот именно таким образом. Вот, оказывается, я там, в общем, не в том формате. Очень переживала я, но все нормально, в итоге у меня зачисли, достаточно быстро, и, да, не стоило это таких нервов. Ну, понятно, могло быть и хуже, на самом деле. Я, как человек, который тоже прошел все круги ада концертместерского класса, могу сказать, что можно же было еще, как бы, играть и петь, в принципе, такое практикуют на пятом курсе, когда это выносно. А, это другая песня, это нам тоже задали. У нас отменили экзамен четвертого курса и перенесли его на пятый, вот, и перенесли еще коллоклиум. А сцену, которую нужно петь и играть, перенесли с пятого курса на четвертый. И сейчас вот у меня еще до лета есть время, чтобы еще и, да, научиться петь. Ох, вот это да, слушай, но вот этой подробности, честно сказать, я не знала. Видишь, как случайно попала, как бы, в больную точку. Да, но это, конечно, тут еще аттракцион, на самом деле нужно обладать еще и вокальными данными, ну, хоть какими-нибудь, вот. Не все пианисты любят и умеют самое интересное петь, но приходится учиться в процессе. Нет, ты знаешь, в этом плане я люблю, и у нас в СМШ был год в одиннадцатом классе, у нас преподавал педагог именно вокал. Вот, и хоть как-то я могу успеть, но далеко не талантливо и не гениально совсем, вот. Понятно, ну, с этим разобрались. А вот скажи, пожалуйста, вот по специальности, ну, мы знаем, у кого ты учишься, мы понимаем, что это же великое лесо Константина Версаладзе, это же какая вообще вот просто вершина, это человек, просто золотой полиглот, который говорит со своими студентами на всех языках мира. Это шесть-семь языков просто в активе у нее, да? И она постоянно переходит то на итальянский, то на английский, то на французский, то на немецкий. Потом она вспоминает, что она знает русский. Ну, в общем, как-то вот это происходит вот так. Причем я об этом знаю очень давно, и студенты с большим восхищением говорят, ну, как это возможно? Ведь она, ну, концертирующая пианистка, и при этом, да, вот как бы вот это все держать в голове, ну, это потрясающе. В итоге, у меня вот вопрос такой. Как проходит занятие с Айсо Константина? Она как бы, в общем, ну, применяет онлайн-технологии с вами или... Знаешь, если честно, то до сегодняшнего дня я не знала, что она применяет онлайн-технологии. Вот. Да, ладно. Я не знаю, может быть, это я такая двошница и прогульщица, но на самом деле я писала ей, просто, ну, мы как-то общались, чисто мне интересно, как она там поживает и как она переживает эту ситуацию, вот. Ну, мне это важно в первую очередь. И, естественно, я не буду ее просить сама, чтобы со мной она позанималась, потому что я считаю, что это, ну, не ее совершенно, как сказать, территория. Вот. И, ну, чтобы такой человек занимался такими делами в интернете, да, это не совсем ей подходит. То есть я думаю, но вот сегодня я, значит, с ней поговорила, она мне звонит сама и сказала, что я могу прислать записи, просто вот записать, и потом мы поговорим по телефону, в общем-то, все обсудим. Вот. Но оказывается, что... То есть в итоге она тебя сама разыскала и получилось, что ты вдруг выяснила, что ты прогуляла уже два месяца, да, как бы, а она такая говорит, где же моя Лизочка, что ж, где же мой Шопен, которого я так хочу послушать, да? Вот именно Шопен, да, но, видимо, не было необходимости такой, потому что есть же люди, которые играют, ну, опять же, госэкзамены, и у кого-то, может быть, это просто первая необходимость у нее, вот, может быть, несколько человек. Вот. И сейчас вот уже со мной будет... Я очень рада, на самом деле, просто... Ну, конечно, в формате онлайн, в скайпе это, ну, невозможно. А вот так вот послать записи и получить какие-то комментарии, пусть даже на электронном инструменте, я думаю, что все это реально, и от нее это в любом случае. Ну, разумеется, я думаю, что тебе это даст какой-то определенный толчок, потому что, да, онлайн все просто будет задерживаться, достаточно тяжело все устроить, когда речь идет уже о каком-то готовом продукте, который надо просто немножко-немножко поднимать, да? Да. Хорошо. Ты знаешь, вот твой фон, и вот уже тут мне Рома Викулов подсказал, очень глазастый, да, селисток, селисток, как раз на заднем плане, просто вопрос родился сам с собой. Лиза, ну, нашумевшее интервью твоего профессора, который еще не поздно. Честно скажи, сколько раз ты его просмотрела? На самом деле, я его просмотрела только, она вообще только появилась, мне кажется, я, наверное, была одной из первых просто. Ну, несколько раз да, я посмотрела. Ну, вот видишь, вот просто интуиция у меня. Ну, я тоже его посмотрела, два раза посмотрела, вот. Что тебя подцепило? Насколько это близко к действительности, те ответы, которые, ну, вот она давала? То есть я понимаю, что часть однозначно, правда, однозначно ее характер, прямо она в этом, ну, узнается, читается, а часть вот, вот, насколько это все-таки вот правда на плоскости? Не знаю, Алис, я думаю, что просто это человек, который говорит всегда, что он реально думает, и никогда не будет как-то делать из этого какой-то эпатаж, да, и на публику как-то выставлять. Нет, я не думаю. Может быть, это была какая-то манера, такая подача, да, какая-то вот, может быть, настроение было в тот момент такое, потому что, ну, все мы бываем в разном состоянии, да, может быть, на тот момент. Вот, но я не думаю, что что-то надо. Она говорила того, что на самом деле не думает. Нет, я тоже так не думаю совершенно, просто вот Николай, как бы, ну, который ее интервьюировал, да, этот человек, он в каких-то моментах, ну, я не буду озвучить какие-то моменты, он, в общем, себя показывал не самой выгодной стороны, а она просто об этом ему как бы, ну, конкретно говорила, то есть он даже начинал спорить, да, особенно когда речь зашла там о Куренде, да, вот это вот все, но все это помнят, вот, это было очень интересно наблюдать, потому что, вот, ты знаешь, у меня такой вопрос родился в связи с этим, вот как ты оцениваешь вот уровень именно, ну, от самих вопросов? Понятно, что большая половина, это прямо замечательно было, это очень было интересно узнать, они были достаточно небанальны, да, но вот, в принципе, в общем и целом, ты себя ставила вот на место, как бы, в Ресаладзе, да, в том, что вот ты бы, вот, тебе было бы интересно ответить на такие вопросы, или такой вот формат, тебе кажется, что не совсем подходит для академического музыканта? Нет, почему, я считаю, что, ну, а чем академический музыкант отличается от обычного человека? Нет, на самом деле... Молодец, чувствую, что моя школа прямо пошла. Педагог. Да, ну, на самом деле нет, правда, вопросы достаточно адекватные, не считая последнего, который я считаю, что, ну, был не очень корректно задан, вот, и, ну, как-то мне показалось это неуместным, вот, а все остальное, ну, нормально. Ну, да, ну, это, видимо, какой-то такой тоже был у него закос в сторону Познера. Да, как-то не стыдно. Но она ответила очень достойно, я считаю. То есть это не то, что, как в таких случаях говорят, выкрутилась, но она не выкрутилась, она просто его поставила на место, я считаю, вот, как бы, что не надо такие вопросы вообще. Ну, в общем-то, не твоего ума делала, в общем-то, она ему так заваливала. Ну, да, назовем вещи своими именами. Лиза, слушай, ну, все понятно, профессор, как бы, все ясно, позвонила, ты оказалась, значит, прогуливала, а ассистенты, вот, так сказать, Сергей Юрьевич Воронов, ну, и Саныч Каприн, вот, ну, в конце концов, Саша Шайкин, буду называть его без отчества, потому что отчества, честно говоря, я не знаю Сашина. Я, честно говоря, тоже не знала. Вот таким вот образом мы и выяснили, кто твой любимый ассистент. На самом деле, я сегодня первый раз общалась с Сергеем Юрьевичем, Измири Александровичем и с Сависо Константиновной, вот. Мне кажется, просто это связано с тем, что весь год, на самом деле, ну, мы постоянно на связи, просто вот регулярно, то есть Сависо Константиновной, где бы она ни была, она рядом. В Москве, не в Москве, она, ну, во-первых, когда она приезжает, она занимается круглосуточно, вот, и просто если она здесь неделю, то она будет заниматься здесь каждый день, и мы, естественно, там должны присутствовать, вот, причем, ну, как бы, не то чтобы в обязательном порядке, да, но желательно. И мы сидим на уроках, то есть у нас процесс такой вот публичный все время. Мы сидим, мы слушаем других, мы стараемся весь день просидеть, ну, сколько она занимается просидеть, потом с ней провести какое-то время, в общем-то, мы ее сажаем в такси и так далее. Вот, то есть мы, правда, вот в течение года постоянно по связи ощущаем, мы с ассистентами тоже, вот, и поэтому для меня, ну, как-то было даже совершенно, ну, я спокойно отнеслась к тому, что в это время могут люди отдохнуть от нас, и потом, знаешь, ну, есть чем заняться, правда. Столько программ, которые нужно просто разобрать, выучить, и совершенно необязательно, чтобы это кто-то вначале слушал, потому что просто само еще нужно сработать. Ну да, тут я с тобой не могу не согласиться, но ты, наверное, один из немногих людей, которые открыто говорят, да, я там учу новый репертуар, я не прокрастинирую, как бы все, пока я как бы занята, я при делах, потому что в основном люди уже вот к сегодняшнему дню, да, они сознаются, что уже скрипка была отложена еще, так сказать, две недели назад, вот, ну, как минимум, да, там рояль захлопнулся и как бы уже не открывается, потому что культурный слой пыли не позволяет его открыть. Ну, Лиза, ты знаешь, на самом деле для меня это очень отрадно, я совершенно понимаю даже, почему так происходит, у меня есть такое подозрение, ну, может быть, не все в курсе, но я думаю, что это не закрытая информация, ну, ведь ты прошла на конкурсе Шопена, да, и это большая радость, во-первых, я тебя хочу поздравить с этим. Спасибо большое. Ты ввязалась в драку, ты ввязалась в драку, и в связи с этим такой сначала каламбурный вопрос, вот, накануне буквально нашего онлайна, ну, вот, можно сказать, сутки назад в интернете появляется запись Ноктюрна Шопена. Это какое-то совпадение? Я не думаю. То есть, во-первых, это как бы прямая аллюзия на то, что у тебя много Шопена в репертуаре, ну, это достаточно банально звучит от меня, ну, а второе это то, что я же всем задаю вопрос, как бы, как вы, ребят, общаетесь, как бы, посредством контента со своей аудиторией, ты как бы подготовилась? Это совпадение или... Ну, не буду рассказывать все секреты. Нет, ну, на самом деле, то, что у меня сейчас в репертуаре в основном Шопен, это не секрет, правда. Вот, я просто подумала, что сейчас самое время его выставить, вот, потому что запись. У меня, я ее посылала на конкурс, и у меня там еще есть несколько произведений, которые я просто потом тоже сделаю, выставлю, вот, и не было возможности выставлять, потому что я думала, что будет конкурс в октябре, и как-то это, ну, наверное, не очень хорошо выставлять запись, которую ты будешь играть на предварительном туре, да, выставлять в интернет. Вот, а так как все это, это длилось на 21-й год, в общем-то, я считаю, что все забудут. Ну, понятно. Ты знаешь, вот у меня же в Лофсе тоже, на самом деле, в мае должны были состояться концерты, как бы, ну, в пользу поддержки этого самого конкурса, вот, и тоже все перенеслось, ну, естественно, вот. Но я думаю, что кто знает, может быть, как раз в стенах Лофт-филармонии мы с тобой встретимся до конкурса еще. Посмотрим. У нас эти опции разыгрываются. И в связи, кстати, с этим вот, с твоим проходом, я хотела тебя поинтересоваться. Вот списки же, ну, как бы, они опубликованы, они открыты, каждый желающий может увидеть эти фамилии. Скажи, пожалуйста, после этого телефон стал разрываться, и как бы, например, консерватория предложила обыграться в лучших своих залах, или, может быть, позвонили там какие-нибудь агенты зарубежные, ну, или хотя бы не зарубежные, наши филармонии и так далее. Как отреагировала наша вот профессиональная тусовка на ситуацию, когда вот молодые, перспективные люди, ну, в данном случае говорим о тебе, да, вот перспективная молодая пианистка. Надо же тебя поддержать, совершенно понятно, что нужно обыгрывать программу. Вот как было? Никак, вообще абсолютно никак. А, ну, я боялась этого ответа. Я понимала. Вообще никак. То есть, ну, от консерватории, получается, прошла я одна вот в качестве студентки, да, потому что прошел еще Костя Хачкина, но он аспирант уже. Вот. Из тех, кто на данный момент учится, никто не прошел, ну, и в основном там вообще, по-моему, восемь человек из России. Невероятно. И, естественно, никто об этом, ну, не то чтобы не знает, наверное, знает, но, не знаю, может быть, это был конец года, и уже поздно что-то там организовывать, да, я имею в виду консерваторию. Нет. Ты знаешь, всегда можно найти какое-то местечко, всегда есть опция дневных концертов, и там, там, поверь мне, всегда есть какие-то такие запасные варианты. Ну, я в данном случае даже не столько про консерваторию, просто вообще такой общий был вопрос, ну, может быть, какая-то другая организация. Это никак вообще, у меня только я какие-то вот поздравления получила от таких людей, каких-то важных для меня, вот. То есть, по сути, как бы вся твоя вот эта вот, как бы, деятельность, которая будет при подготовке уже к 2021 году, ну, в общем, она брошена, опять же, только на твои какие-то, да, плечи, и тебе придется, наверное, искать площадки, вот я знаю, что ты играла там вот в этом салоне, да, в музее акварели Андреяки, да, вот, допустим, кстати, тоже такая площадка камерная, очень, ну, приятно. Ну, это как пример. То есть, получается, ты будешь сама опять ходить, да, и думать, где бы сыграть, где бы обыграть свою программу. Ну, если честно, я думаю, что так оно и будет, как это было, в общем-то, всегда, и, ну, посмотрим, на самом деле, не знаю, посмотрим. То, что сольный концерт будет в Андреяке, я надеюсь, что это, ну, это точно. И обычно, ну, не то, что обычно, у меня есть такая опция, съездить домой в Самару, да, сыграть, обыграться, там, что-то такое, вот, но в Самаре совсем сложно стало с этим делом, потому что, особенно после того, как я была передачей на телевидении, вот, и я там, в общем-то, не совсем, так сказать, хорошо высказалась о культуре в Самарской области, вот, потому что, ну, я сказала то, что я думаю, не то, чтобы я сказала что-то резко и, там, нельзя было это говорить, нет, я просто, ну, слегка, так сказать, обозначила проблему, не более того, но, да. А если нет, просто мне теперь очень любопытно, вот, если можешь хотя бы намекнуть, вот, о чем шла речь, то есть, об организации, о рояле? Ты понимаешь, проблема в том, что Самара замечательный город, просто замечательный, мой любимый и совершенно, не знаю, ну, очень такой душевный, очень хороший и возвращаться сюда хочет, вот, и у меня там, в общем-то, вся моя родня там, у меня там, я знаю точно совершенно, что на мои концерты там придут, то есть, это, ну, такая большая вероятность, что я просто много знаю там, меня знают там с детства, вот, и я предлагаю свою программу, я предлагаю свою участие, я предлагаю то, что концерт, я не за, ну, естественно, приеду за свой счет, я там не буду брать никаких, естественно, гонораров, ну, это тоже, у меня был благотворительный концерт, да, однажды, вот, ну, тоже была, как бы, наша инициатива, вот, и при всем этом зала не дают, то есть, максимум, где мы играем, это в школе, ну, сейчас, на данный момент, вот, хотя есть филармония, филармония, замечательный зал, и вот, просто, как бы, концерты сборные, нас, ну, там, приглашают тех, кто учится, кто закончил в Самаре, там, музыкальную школу, приезжают в Москву, здесь учатся, там, в консерватории, ну, в общем-то, приглашают, опять же, там, за свой счет, но неважно, мы приезжаем, но сыграть, иногда ты едешь, чтобы сыграть два произведения, то есть, ты соглашаешься, потому что это твой родной город, и ты хочешь там сыграть, и, в конце концов, мы давно не видели, это и хочется. Ну, да, это такая малая родина, где есть, действительно, свой приход, и это очень важно, но... Правда, вот, честно говоря, у меня должен был быть концерт в художественном музее, афиша уже была, вот, у меня должен был 4 апреля быть сольный концерт, и это, в общем-то, инициатива человека, который совершенно не связан с Министерством культуры Самарской области, вот, или как-то, ну, в репортальном, не знаю, вот, не связан никак, просто человек, вот, как бы, инициативный, который, вот, создал свой проект и приглашает музыкантов выступить у себя, вот, на родной земле, так сказать, вот, и там у меня должен был, да, концерт. А именно говорить, если о приглашениях, вот, репортамента культуры, которым всем там абсолютно заведуют, ну, практически, вот, очень сложно сказать. Ну, понятно, ситуация везде примерно плюс-минус. Примерно одинаковая, да. Ну, хотя, знаешь, сейчас вот есть некоторые регионы, которые хочется похвалить, очень хочется, но это как-нибудь в отдельном эфире, когда просто... Ну, на самом деле, есть, есть же Новосибирск, в котором, ну, понятно, там просто свои пианисты, но они же там выступают, мне кажется, чаще, чем мы в Москве во много раз. Нет, ну, мне кажется, что очень много зависит именно от руководящего звена, во-первых, знают, как бы, своих людей, что называется, и хотят их поддержать, то есть, это элементарная, как бы, логика, ну, как бы, своей команды, да, команды игроков, которые просто, это как такой золотой запас. Это, кстати, то, о чем я говорила на одной из лекций, когда, почему бы не поддержать своих, ведь вы гордитесь потом тем, что, видите, вот в нашем городе вот такой-то человек родился, и вот смотрите, каких он вершин вообще достиг и добился чего, да, в жизни. Конечно, тем более, что никто не знает, как сложится потом судьба, а в Самаре, допустим, нет консерватории, вот, и там замечательное совершенно образование вот в рамках музыкальной школы, педагоги просто вот чудесные, то есть, я, в общем-то, обязана очень многим моим педагогам, в начале, в культуре я начинала, педагоги-поспецы, и с Афежи, в общем, меня подготовили к СМШ, то есть, совершенно чудесно. Потом все, то есть, там училище, уже, в принципе, преподавать там никто туда не идет. Академия культуры, это примерно, ну, я не знаю, конечно, есть, там тоже хорошие педагоги, но, видимо, нету вот выхода оттуда, ну, очень сложно себе представить музыкантом в Самаре, то есть, есть некоторые личности, вот несколько человек, которые регулярно выступают, понятно, они заняли свою нишу, вот, и все. Никакого развития ты там не получаешь. Я к тому, что все, кто уехал, они в какой-то момент могут вернуться, то есть, хотя бы, там, периодически, да, ты можешь приезжать, там, давать мастер-классы, ты можешь, ну, иметь даже там свой класс. Не в Академии, если там что-то произойдет. Ну, ты знаешь, везде очень разные ситуации, вот, мы опустим эту подобность, могут ли приезжать те, кто вот уехали из своих городов и как к ним относятся, это тоже, это, на самом деле, всегда сценарий, знаешь, такая очень тонкая тропинка, по которой не все проходят. Ну, тоже, опять же, это зависит именно от руководящего звена, как бы, от отношения, в принципе, к таковому, то есть, это же не потому, что к тебе, да, какие-то вопросы, да, не поэтому совершенно происходит. Но будем надеяться, что ситуация наладится во всех наших регионах, так обобщим закругом. Да, я не хочу ничего плохого про Самару, на самом деле, говорить, потому что... Нет, а мы сейчас просто передаем привет всей Самаре, вот, в этот момент. Нет, я очень люблю, и люди, у меня там просто очень много родных людей, которые... Передаем привет твоим родным впервые, вот так. Потому что они непременно увидят этот эфир, мы его выложим, у нас же сериал, понимаешь, у нас, как бы, каждая серия отвечает за какой-то регион, за какую-то точку на карте, у нас очень интересные диалоги. Лиза, а вот скажи мне, ну, со специальностью консклассом разобрались, естественно, на десерт оставляю камерную музыку. Вот честно, насколько ты соскучилась по своему ансамблисту, вот, сколько у вас новых планов и программ, потому что у вас такой стабильный, фиксированный состав. Вот, ребята, вы что надо, бедовые, что называется, вот, что там у вас готовится? Погода мне тайна. Знаешь, Олесь, у нас какой-то вот сейчас такой момент, когда у нас перерыв в камерной музыке, вот, если скажу, видимо, да. Ну, это много есть причин, но я думаю, что очень много того, что нам хотелось бы сыграть, и что мы ещё сыграем, вот, я думаю, что так. Ну, понятно, тут меня уже раскритиковали в комментариях, вот, ну, на самом деле, Лиза, вне зависимости от ситуации, человек, который очень любит, на самом деле, камерную музыку, насколько мне это уже удалось понять, я, скорее всего, не ошибаюсь в этом. Лиз, ну, а вот если сконцентрироваться, в принципе, на музыке, у меня тут за время наших видных плот-онлайна сформировался такой достаточно уже стабильный вопрос, всё-таки музыканты, всё-таки тонкая душа поэта, она к нам очень-очень присуща. Вот если говорить о музыке вообще, вот это вот такое вот состояние самоизоляции, у кого-то это действенное начало, у кого-то такая релаксация, углубление в себя, такой взгляд в себя, какая музыка вот ассоциирует себя с этим временем? Не обязательно ты там её играешь, не играешь, вот просто что-то приходит в голову. Именно с этим временем? Ну, да. Ну, просто согласись, как бы, нельзя сказать, что прям жизнь вот обычная, вот прям ничего не поменялось, что для тебя нормальное как бы состояние, что практически всегда сидеть дома, да, окей, у тебя там лес, я помню, ты можешь прогуляться, может быть, это не так сильно сказалось на тебе, но всё-таки вот сама эта обстановочка такая достаточно непонятная, нервненькая такая. Не могу сказать, что это как-то отразилось на вот каком-то моём мировоззрении, потому что я просто, я прекрасно осознаю и понимаю все проблемы и негатив сложившейся ситуации, да, вот, и абсолютно, мне особенно очень жалко сейчас вот пожилых людей, которые работали и активно, в общем-то, жили, и сейчас вынуждены сидеть дома. Вот это меня больше всего почему-то вот расстраивает, потому что это вообще очень сложно, я понимаю, для нас, да, мы находимся дома, это вполне, ну, как-то, мне кажется, мы можем это гораздо спокойнее пережить, чем человек, который вот себя всё время как-то активизирует. Ну, ты знаешь, я думаю, что ты только не драматизируешь слишком сильно, знаешь почему? Потому что, на самом деле, старшее поколение, как это сейчас непарадоксально прозвучит, они как бы, конечно, попереживали, попереживали, но они такие люди, которые прошли там то дети войны, то ещё что-то, и оказывается, что у них очень крепкая психика, то есть реально в хорошем смысле снова без всякого юмора, то есть не то, чтобы им это нравилось, но они как бы нормально, то есть они как бы спокойно к этому относились, могло быть гораздо хуже, вот, потому что молодёжь такая, которая привыкла, ааа, у меня каждая секунда расписана, я же не сходил в свой фитнес, я же не совершил заплыв, не знаю, на пять километров, как же так, боже, я сегодня непродуктивен, вот как бы чему учит нас современная жизнь, да, мы уже забыли, что такое просто жить, вот просто встать, там, не знаю, просто пойти приготовить какой-нибудь классный завтрак, просто комфортно сесть и заниматься, поэтому вот, понимаешь, тут не совсем могу с тобой согласиться, потому что, конечно, это процесс индивидуальный, и, наверное, ты тоже в чём-то права, но вот я знаю, например, на примере своей там бабушки и дедушки, что вот ты, понимаешь, вот как-то не угадал. Не знаю, правда, не знаю, но просто вот по разговорам с, даже с моими педагогами, в общем-то, вот, я чувствую, что именно в настроении, да, что что-то как-то очень-очень тостливо, вот, но касательно меня, я, знаешь, я, вот опять же, откладывая все вот минусы сложившейся ситуации, я могу сказать, что для меня этот карантин, он настолько оказался своевременным, и вообще, я думаю, что вот в период данной моей жизни лучше, чем этот карантин, ничего произойти не могло, я даже так могу сказать. Невероятно. Потому что, да, и, во-первых, у меня переезд, и вот в обычной моей жизни, да, там, лекции, специальности и так далее, какие-то концерты, всё, это было просто невозможно, потому что такой был здесь пласт работы, ну, естественно, обустроить, там, и не то, что уют, сначала, естественно, ремонт, там, мебель, всё это, вот, огромное количество вещей, ну, в общем, пусть в подробности это тяжело, переезд, правда, вот, и у меня полмесяца, наверное, вот от карантина первое время ушло на это, и я, честно говоря, очнулась только вот спустя, наверное, недели вот три, я поняла, что вроде как у людей что-то происходит, а у меня тут нет связи и интернета, и я, ну, как бы знаю, так, ну, да, но у меня вообще другим голова занята, вот, и тут я поняла, что для человека, который детство любит больше всего, в общем-то, из всех времён года любит лето, потому что летом каникулы, и не потому что летом можно ничего не делать, а потому что летом можно делать всё абсолютно, вот, то есть, правда, летом я начинаю просто, вот, знаешь, пытаться впихнуть в это время года всё, что я не успеваю за год, потому что жить вот в этих рамках рекций, уроков и так далее вот с самого первого класса это тяжело, то есть для меня, ну, я достаточно свободолюбивый человек, вот, и я начинаю просто, вот, заниматься всем, что я не успевала, то есть я начинаю, там, рисовать акварелью, там, читать, смотреть фильмы и так далее, ну, в общем-то, много занятий, и сейчас, когда у меня ощущение, что, вот, всё это ещё и на два месяца раньше, и я, у меня свобода, я нахожусь дома, я могу делать, что хочу, вот, это правда, и, ну, мне как-то очень комфортно в этом ходить. Ну, молодец. Может быть, недолго, но у меня, ну, я как-то умею своё время распределять так, чтобы не заскучать, по крайней мере. Нет, молодец, в этом абсолютно молодец, потому что, как показывают наши окна, совершенно не все, как бы, идут по намеченной такой траектории, некоторые уже свернули, совсем пошли, так сказать, по наклонной, вот, но такие люди, как правило, не заходят в эти тоже диалоговые окна, они уже там, в общем, находятся своей тоске, и тоже тут важно, понимаешь, тут важно найти, что комфортно для себя, и просто отойти и не мешать. Вот, но, ты знаешь, вот, мне что нравится в тебе, что, несмотря на то, что ты говоришь, что вот в этом вот во всём графике, вот это так тяжело было, вот там лекции, учёба, всё, а ведь было замечено, помнится, мы даже это обсуждали, по-моему, как-то, ты танцуешь, ты ходишь на балы, которые проводят Московская консерватория, может, ещё на какие-то? Поэтому я и хожу на балы, потому что мне не хватает движухи. Нет, ну, правда, я и сейчас танцую. Вот, вот мы и докопались до сути, дорогие друзья. Значит, терапию, всё-таки мы нашли, как бы, как-то секрет успеха Лизы в том, что просто вот балансировать. То есть, получается, дома ты какие-то выполняешь такие там, да, танцевальные приёмчики. Да, я просто, знаешь, как лайфхак для музыканта на карантине. Я просто думаю, что, ну вот, личность, да, музыканта, она же не складывается, и вообще она складывается из многих вещей, правильно? И есть там, ну, будем говорить, допустим, там, физическая сторона, да, эмоциональная, не знаю, индивидуальная. Молодец! Да, 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 это всё правильно. Вот, и там какая-нибудь, не знаю, духовная пусть будет, да. Вот, и в каждой этой стезе нужно себя развивать. И чуть больше ты развиваешь в одной, тем как бы уходит в другой. И вот если есть этот баланс, вот, то это вообще замечательно. Это, опять же, ну, к разговору об экстравертах и интровертах, да. То есть, насколько, мне кажется, по крайней мере, не знаю, может быть, я не права, но для музыканта важно, что, чтобы одинаковый ты был настолько же интроверт, насколько и экстраверт. Иначе просто невозможно контактировать с публикой. То есть, не знаю, может быть, не права, не знаю. Это нет, это очень интересная точка зрения. Я просто, когда ты всё начала это говорить, я подумала, ты скажешь мне об экстравертах и интровертах, скажешь о том, что это просто, ребят, давайте честно, это тайм-менеджмент, то есть, как бы умение организовать своё время. Да, 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 во-первых, да, во-первых, у меня расписание. Я составляю там себе вечером расписание на следующий день просто потому, что, ну, так легче. Вот. И да, я к тому, что, вот, допустим, физическая сторона, да, она же тоже должна присутствовать. Невозможно сидеть за инструментом много часов. Я не сижу по много часов, честно говоря, я вообще не сижу долго за инструментом. Я сижу столько, сколько мне хочется. Вот это чуть ни больше, ни меньше. Вот мне хочется заниматься, я занимаюсь. А мне, как правило, хочется. В этом, в общем-то, плюс. Вот. И физически нужно просто тоже. Пусть вот у тебя есть время этого карантина, да, ты должен понять, что, какой вид этой активности тебе подходит. Вот. Я, например, начала делать всякие там зарядки и, в общем-то, попробовала такие разные варианты. Там у меня есть всякие приспособления. Вот. Поняла, что всё это мне довольно, ну, не в удовольствии. Пусть это полезно и у меня лучше стало со здоровьем, но, в принципе, вот. Я понимаю, что для меня вот танцы это самый-самый лучший вид, во-первых, это очень хороший вид подзарядки, потому что энергетика, она, ну, у меня, например, ну, не всегда у меня нужный запас энергии. Ну, да, да, понятно. Это, нет, тут совершенно справедливо. Это все психологи вообще, все умные люди знают, что действительно баланс вот как бы, когда, ну, мы сидим, да, у нас психика как бы задействована эмоционально, мы всё-всё время как бы на грани выгорания, да, что очень важно, чтобы вот этот физический компонент, он присутствовал, вот, нагрузка. Просто иной раз, когда сидишь, и даже вот интеллектуальный труд, он же столько сжирает, на самом деле, энергии из человека, что ты уже просто встаёшь и думаешь, нет, сейчас ещё пойти, там, не знаю, в фитнес, там, на беговую дорожку встать, ну, это выше моих сил. Это я согласна, но если ты это делаешь с утра, то это тебе придаёт энергию, и после этого ты сойдёшь и занимаешься, и занимаешься дольше, чем ты бы занимался, просто вот встав и тебе за инструмент. Лиза, ну, я не могу с тобой не согласиться, это очень рассудительный, как мысли, это абсолютно правильно, но просто представляю немножко лучше наш богемный мир, знаю, что сейчас очень яростно, не все согласились, особенно с тем утверждением, что с утра пойти и заниматься, все сказали нет, нет, и выключили онлайн в этот момент, ну, потому что человеческое, как бы, в принципе, не только лень, наверное, сам режим, что все до победного обычно топят в социальных сетях, что, а вдруг что-нибудь появится, какая-нибудь новость про зелёных человечков, или про то, как, я не знаю, к нам приезжает, наконец-то, в Москву Григорий Соколов, ну, что-нибудь просто экстраординарное, и так каждый божий день. Неплохо было бы, если бы он приехал, но он не приедет. Ну, вот, и, в общем, я к тому, что все эти стороны нужно развивать, и поэтому у меня и мой карантин протекает очень плодотворно, и вот, я, в общем-то, нахожу, да, чем-то сказать. Ну, а вот по поводу каких-то таких вот хобби, и вообще, вот, если, смотри, вот если не музыка, уже прозвучала акварель, уже прозвучали танцы, вот, есть что-то ещё такое секретное, чем можно дополнить твой интеллектуальный образ, скажем так, готовка, там, не знаю, ну, ещё что-то. Готовка, да. Любишь, да, то есть? Люблю. А что у тебя самое интересное, что ты любишь, готовить сладкое или не сладкое? Я обожаю, ну, есть сладкое, но готовлю, как правило, не сладкое, вот, ну, времени, естественно, нету в году, а вот сейчас я, например, там, не знаю, какие-нибудь пироги, там, рыбы, вот, хачапури делала недавно. Ух ты, вот это да, ты ещё молодчина, молодчина. Не, ну, хобби, знаешь, я такой достаточно поверхностный человек, я так скажу так, и очень-очень много областей, которые мне интересны, просто, правда, очень много, вот, но я их затрагиваю так вот чисто для ознакомления, вот, чтобы погрузиться, всё же зависит от глубины погружения, правильно, вот, единственное, что настолько меня цепляет, что вот, в общем-то, почему я в музыке, потому что это меня зацепило настолько, что я согласилась в это погрузиться, вот, полностью, да. Если что-то ещё, то языки, наверное. Я учу испанский, ну, английский, конечно, и испанский, вот, учула в этом время. Хорошая комбинация, очень хорошая, мне испанский тоже нравится, просто как в идее. Очень люблю, да, очень. И итальянский, кстати, ничего, говорят, что итальянский очень просто, вот, просто ложиться на слух, учиться просто в два счёта. Просто когда уже знаешь испанский, тем более, когда я его выучу, я думаю, ну, как-то более-менее, то я думаю, что да, я буду итальянский. А вот скажи, пожалуйста, возвращаясь, как бы, к той истории, которая не только лофт-филармония нас связывает, не только то, что мы с тобой пианистки, есть ещё одна, да, вот, уже упомянутая дорожка, как бы, дорожка менеджмента. Вот, насколько, насколько тебя не интересует менеджмент по жизни, я просто хочу узнать, как бы, масштаб катастрофы, вот, или перефразирую даже свой вопрос, три самых запоминающихся момента, допустим, вот, тех лекций, которые проводила я, ни в коем случае не Оксана Александровна, я вот о себе спрашиваю. Мне интересно. Что запомнилось? Если честно, Алис, то, наверное, более-более запоминающихся лекции, чем твои, я не могу назвать, вот, в течение всех четырёх лет, что я обучаюсь в консерватории, правда. Да ладно, я никогда в жизни не поверю, мне так приятно, я не поверю. Правда, 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 Алис, я просто считаю, что многое, что у нас есть, оно, может быть, мне не так интересно, ну, не то, что интересно, оно необходимо, естественно, но, ну, в общем-то, менеджмент – это вот какое-то, что-то такое актуальное, и то, что действительно нужно. Ты знаешь, да, это так, это то, что вот я вам рассказываю, например, каждую лекцию с этого начинала, что, ребят, поверьте, это вот то, что пригодится в жизни. Таких предметов немного, но это как, типа, математика, да? Да, да, да. Ты приходишь, и если ты не можешь посчитать, то тебя как бы, в общем, и обманут, и там масса будет всяких приключений нехороших. То же самое с менеджментом. Если есть какая-то вот, знаешь, элементарная безграмотность, обычно тех, кто в этом разбирается, ужасно, это их раздражает, как правило, эти люди, они могут повлиять на артистическую жизнь, и вот, ну, не хотелось бы. Поэтому, конечно, как могла, пыталась убеждать четвертый курс. Кстати, вот мне кажется, что ваш курс, Лиз, ты не поверишь, он, наверное, стал рекордсменом по количеству лекций, которые вот довелось все-таки читать мне. Много достаточно, да. Это хорошо. Ну, я тоже так считаю. Мне тоже очень было приятно с вами общаться, и, конечно, я не знала, я не знаю, как бы сложились обстоятельства вот именно весной, если бы все было расхлопнуто, и все бы продолжалось по нашему сценарию, но я вообще с большим теплом всегда вспоминаю, вот, как реагирует аудитория, как вы принимаете в этом участие. Вот, очень лестно, что молодежь, как бы, да, вот, все-таки в большинстве случаев хочет идти в ногу со временем. Так что жду не дождусь, когда каким-то образом это будет все-таки восстановлено. Вот так. Надеюсь, ну, это правда, это, что один из самых запоминающихся и очень слой. Спасибо. Слушай, а вот мы вчера, кстати, вот обсуждали в онлайне, мне показалось, что эта тема, она до конца не то, что не раскрыта, каждый человек отвечает по-своему. Вот все-таки не дает мне покоя. Вот ты как человек, который все-таки на четвертом курсе, совсем молодой, еще даже вот не было выпуска, может быть, потом будет аспирантуром, ну, я не знаю, да, какой-то у тебя сценарий, но, в общем, ну, это нормально. Дело в том, что предметы, которые существуют, они наши профильные, да, за редким исключением, ну, то есть, как бы уже такое условно профильное, но очень нужное, но я сейчас не о нем, а вот вообще о том, что, что бы тебе хотелось добавить, какие предметы, или, может быть, если не предметы, то какие-то просто опции, которые, например, ну, вот, как подсказка, есть за рубежом, или наоборот, не опираться, как бы не кивать за границу, просто вот тебе лично, как студентке, да, вот хотелось бы, и вот, 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 вот. Я думала об этом, наверное, вчера думала, когда-то задаваясь вопросом. Нормально. Действительно, я бы очень многое добавила. Что, Лиза? Многое, я скажу тебе, во-первых, я бы добавила психологию. Так. Потому что, ну, понимаешь, любое образование, оно должно быть нацелено не на воспитание профессионала, да, хотя это, естественно, да, важно, но, во-первых, нужно воспитать человека. Человеку, которому... И выйдет, и будет что-то в этой жизни вообще делать. Вот. Да. Я, конечно, понимаю, что, наверное, может быть, это, ну, такая роль возлагается на семью, да, то есть воспитание каких-то таких вещей, но наших родителей тоже этому не учили. Ну, я имею в виду какие-то чисто психологические вещи, которые специалисты могут рассказать. То есть получается, что я говорю сейчас не про музыкальную психологию, она у нас была на втором курсе, но, честно говоря, ничего полезного я из нее не вынесла, правда. Вот. Хотя, опять же, музыкальная психология тоже. Никто же не рассказывает о том, что вот происходит с человеком, когда он выходит на сцену, да? Тут Рома возмущается, Лиза, извини, в вузах на психологии учить человека быть личностью. Это он сегодня отыгрывается на этом онлайне. Нет, на самом деле, Рома, классный вопрос. Так, еще раз давайте, значит, в вузах на психологии учить человека быть личностью? Ну, буквально... Я говорю не про буквально личностью, да? Я имею в виду нет, я имею в виду вообще вот все образование. Настройка, то есть как бы, да, по кирпичику настраивать. Да, как бы пакет акций, он должен в итоге сложить из себя какую-то разностороннюю личность. Вот. Я совершенно не к этому сейчас говорила, а к тому, что мы не знаем каких-то вещей, вот даже просто про человеческие отношения. Есть какие-то вещи, которые можно бы узнать раньше, чем ты споткнешься сам, да? Ну, это однозначно. Естественно. Но получается, что ты, естественно, когда ты с чем-то сталкиваешься, с какими-то вопросами, проблемами, ты сам начинаешь копать, возможно, это приносит больше пользы. Вот. Но не все начинают копать. Это раз. Ну, просто вот чисто музыкальный психолог и психология, вот, мне было бы, наверное, полезно. Потом ораторское искусство. Ну, пусть это будет актерское мастерство, не знаю. Хотя, я не знаю, разные это вещи или... Ну, абсолютно. Наверное, они... Ну, если риторика, она еще присутствует как бы в аспиранском блоке, да, то есть есть действительно курс, то актерского мастерства нет в принципе как бы ни в каком виде, поэтому я все равно как бы держу вот уже три пальца, получается, потому что было бы неплохо начинать пораньше. То есть если ты говоришь о консерваторском курсе, я вот от себя хочу добавить, что, ну, психология, может, какие-то зачатки, а вот ораторское искусство, актерское мастерство даже в особенности, вообще в ЦМШ хорошо могло запустить. Как и менеджмент, кстати, тоже вот какой-то базис, да? Да, ораторское искусство. Почему? Потому что, ну, вот мы выходим в лофт филармонию, да, нужно рассказать модерацию, вот. И это стресс, потому что ты, ну, до этого, в принципе, двух слов связать не сможешь, да, если ты не умеешь. Я понимаю, что мыслящий человек, он сможет и донести свои мысли до публики, я понимаю, но есть какое-то, но опять же есть люди, которые это умеют и могут об этом рассказать, правильно? Ну, конечно. Это далеко не последняя вещь, которую нужно уметь человеку, который публичен, в общем-то, да? Как говорить так, чтобы донести свою мысль до зрителя? Это же столько там, я думаю, столько всяких тонкостей. Лиза, это все правильно, но вот, допустим, даже сейчас, да, это не модерация, это какой-то новый там для тебя формат, хотя, кстати, я не знаю, твой первый онлайн или нет? Первый абсолютно, я даже не знаю, как тут подключаться. Не знаю. Значит, смотри, первый онлайн, и это не модерация, у тебя как бы есть собеседник, ну, в моем лице, вот, хороший-плохой, не знаю, но тем не менее, как бы, как ты, ну, вот, как ты себя вот ощущаешь? То есть это тоже стресс сейчас вот как бы для твоего такого внутреннего музыканта? То есть ты сейчас не за инструментом, тебе приходится говорить, ну, нас смотрят люди, как бы, да, то есть это публичная все равно какая-то такая опция. Можно ли это сопоставить реально сидящим залом в том же самом локте, когда вот ты всегда модерировала с микрофоном, это тоже было, наверное, впервые, да, ведь так это было? Да, это было впервые, и я получила от этого тогда огромное удовольствие. Не знаю, это все с опытом оно приходит. Я, например, в детстве я правда не могла, вот, я не могла выйти и объявить произведение, которое я буду играть. Я настолько волновалась, что я потом садилась за инструмент и думала, слава богу, наконец-то я сел, я на своем месте, я сейчас буду играть, я уже вообще не волновалась и играла, как правило, лучше всего тогда, когда вот что-то перед этим было такое стрессовое, вот, когда просто голос дрожит, ты не можешь ничего сказать, еще нужно что-то рассказать, там, пару слов бывает про произведение, вот. Да, к моменту лофта уже, наверное, как-то безрело, что-то во мне в этом плане. Ну, просто я очень такой властной рукой сказала, что нет, модерировать будут все, и поэтому все такие, если, как бы, и, нет, ну, понимаешь, модерация это не пытка, модерация это часть плана, потому что, ну, как бы, во-первых, условия одни для всех, во-вторых, все-таки хотелось бы, чтобы музыканты как-то остановились, вот ты затронул очень интересную тему, как риторика, актерское мастерство, о котором ты сказала, вот как от такой надстройки, да, для консерватории, все-таки связано с медийностью. Это только что прозвучало, заметьте, впервые не от меня, а вот от тебя. И получается, что быть медийной личностью, когда ты, там, академический пианист, да, то, что я пытаюсь до вас достучаться, донести, то, что я считаю совершенно естественными вещами, все-таки это очень важно, это очень связано вот с сегодняшним днем, как бы, и с отношением, да, вот к этим вот предметам, которых, к сожалению, у нас нет. То есть, скорее всего, здесь вот я так сама себя подытожу, получается, что мы получаем людей, музыканты, я имею в виду, талантливейших, да, которые говорят, нет, технологии, это не обо мне, не случайно, потому что они изначально зажаты, просто даже на человеческом уровне. Конечно, да, да. То есть, понимаешь, вот даже психология, которая, ну, в принципе, прямого отношения к медийной стену имеет поскольку-постольку, но тоже она становится вот этим точным камнем, да? Да, так получается. Я думаю, что абсолютно все, что складывает личность музыканта, оно при какой-то, ну, что если чего-то не достает, то неполноценно получается картина. Мне кажется, что тот, кто не может вот как-то, я не говорю о каких-то вещах о том, что мы должны перейти в онлайн целиком, да? Я говорю это просто как о опции, которая вот плюсуется к тому, что мы вообще выходим на сцену. То есть мы же выходим правильно на сцену, мы же играем, мы не отказываемся от того, чтобы дать интервью, мы не отказываемся от того, чтобы, там, опять же, рассказать нам какую-то модерацию и так далее. Вот. Если относиться к этому, как вот просто приплюсовать к всему перечисленному, то есть какие-то вещи такие в интернете, то можно спокойно к этому относиться. При условии того, что, в том условии, что есть вот это вот, есть эти корни, да, то есть ты настолько, я не знаю, мне все время представляется какое-то, знаешь, дерево, которое вот у тебя сверху вот такое большое дерево, и внизу, если у тебя такие же корни, вот, то это замечательно. Если у тебя там совершенно какой-то корешок, и у тебя огромное дерево, да, и это вот на публику, это все, а на самом деле ни о чем совершенно, не имеет никакого нутра и глубины, то вообще это совершенно, это не нужно просто, зачем? Ну, это будет просто смешно, и к тому же, знаешь, такие вот... Да, и так же, как наоборот, да, если ты настолько изучил и проник в музыку, ты знаешь ее просто, вот ты изучил досконально ее, да, ты ее понимаешь, но ты выходишь и играешь для самого себя. Публика никогда в жизни этого не почувствует. Как бы ты глубоко не чувствовал? Ну, ты знаешь, ты мудра, не по годам. Молодец. На самом деле, абсолютно, мне кажется, здравый подход, то есть настолько ты сейчас доходчиво для аудитории это объяснила. Я думаю, что даже те люди, которые вот абсолютно, я их называю староверы, так, со смехом, вот, даже те, кто вот не верят в технологии, я думаю, что они прислушаются к твоим словам, потому что, потому что это правда просто-напросто. И ты знаешь, Лиза, вот в связи с этим у меня тоже такой вопрос. Вот технологии конкретно сейчас, я понимаю, что, конечно, записывая конц-класс, ничего хорошего в этом нет, но вот все-таки твое личное, твое личное отношение вот к технологиям до вот этой вот, так сказать, самоизоляционной эпохи и вот в процессе, то есть как бы мы надеемся, что нас скоро расхлопнут, да, и как бы потом это мы уже под собой потом поговорим персонально, а вот сейчас, вот все-таки твое отношение к технологиям, к цифрам, вот как ты это все видишь в своей жизни? Ну, захотелось ли заниматься как бы, ну вот, ну хорошо, ты запостила там Шопена, да, вчера, ну окей, но это как бы такая акция, как бы, скорее разовая, скорее я так просто попала бы с этим онлайном, да? Да, так сказать. А вот развитие, да, там, Ютуба, развитие, я не знаю, ну, мало ли какие у тебя мысли, да, все-таки ты младше меня и, может быть, даже лучше должна разбираться в каких-то технологиях и нововведениях. Я могу сказать, что я ужасно разбираюсь вообще в всем, что касается технологий и вот этих вот приспособлений, потому что у меня лежит сломанный компьютер, лежит два сломанных ноутбука, у меня из всего, что у меня было, у меня остался только телефон, который на ладом дышит и вообще хорошо что-то. Это говорит о двух вещах, ну, первая вещь, талантливый человек талантлив во всем, вот, а вторая вещь, как бы, которая тоже напрашивается, что, ну, это, знаешь, рубрика «очемелые ручки», то есть что же ты, что же ты, детка, делала с этими гаджетами? Вот честно, я не знаю, все, что попадает мне в руки, оно ломается, это правда, вот, я не знаю, просто есть люди, которые изначально вот у них мышление повернуто в эту сторону, понимаешь, которые и до карантина занимаются, то есть те, кто выставлял там, ну, систематизировано как-то какие-то вещи, да, который там, ну, записывал что-то, выставлял для публики онлайн, да, он в этом направлении и будет работать, его это только вот, пожалуйста, либо человек, который способен вот мгновенно перестроиться, да, то есть вот ничего этого не... Ну, таких же не бывает, таких не бывает, вот именно, таких и не бывает, поэтому я тебе даю как бы время на это, я не хочу сейчас срочно что-то предпринимать, если, я думаю, что, но мы все все равно выйдем с карантина, я позитивную мыслю, что концерты они будут, вот, и я как раз думаю от противного то, что... Лиза, у нас осталось 23 секунды, да, мы мыслим позитивно, это на самом деле очень хорошо, мы перескочим сейчас в окно, мы договорились буквально, да, так что, дорогие друзья, я сейчас тоже аудиторию просто говорю, перескакиваем и завершаем начатое. Так, и снова мы в прямом эфире, я прошу прощения за такую небольшую заминку, дело в том, что опять этот эфир, он уже сохранен в IGTV, сейчас он подгрузится, и вы сможете посмотреть первую часть прямо, что называется, не отходя от кассы, удивительные вещи вытворяет интернет и телефон, инстаграм, не знаю кто, вот, но, в общем, смысл в том, что сегодняшний эфир уже будет доступен как бы сразу в нашем сериале, не знаю, почему так, вот, технологии, они просто управляют миром, как видите. Так, добавляю... С возвращением. Лиза, ну, просто наше вот это вот такое рассуждение тире брейнсторм, знаешь, тоже во мне породило, как бы, мою вот эту вот идею фикс помимо менеджмента, что людям нужно знать, музыкантам, какие технологии на сегодняшний день, все-таки они разные, то есть, знают социальные сети, слава тебе, Господи, здесь я скажу каждому перечислить их, они хотя бы перечислят, может быть, даже назовут основные функции, может быть, даже назовут основные отличия, но вопрос не в этом, ведь есть, как бы, там, и редакторы, да, которые с интуитивным интерфейсом, и, как бы, все очень понятно, но многим нужно, как бы, тезисно разложить. Так вот, я к чему планю, что, вероятно, такой вот предмет, который бы объяснял, как пользоваться такими софтами, он тоже был бы очень полезен. Да, 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 конечно. Ну, потому что информатика, которая у нас есть, она не дает ровным счетом ничего, вот, ничего. Ну, почему же работа в Сибелиусе и Финале, ты что? Ну, конечно, я же композитор, конечно. Ну, между прочим, сейчас все стали немножко композиторами, тоже такой хохот в зале, но потому что, знаешь, как бы, элемент импровизации, тоже то, что вчера вы упомянули, я все хотела ребятам сказать, что импровизация, мы, на самом деле, обладаем этим качеством и вообще умением самого детства, смотря, что считать импровизацией. Это да, кстати, импровизация это тоже, это прям очень необходимый, правда. Но этим, наверное, можно заниматься как-то и вне консерватории, тем более, я думаю, что есть какой-то факультатив, просто нужно захотеть найти время. Да, безусловно. Ну, вот скажи, а вот когда ты берешься за чтение, вот что у тебя стояло в запасниках просто любопытно? У тебя, знаешь, такая светлая голова, как бы, ты все правильно говоришь и вот, ну, как бы хочется за тебя только порадоваться и сказать, что в добрый путь, как говорится, так что же ты читаешь? Мне кажется, я просто гуляю в лесу. А вот здесь у нас пробелы, понятно, все-таки поймала. Ну, ладно, это все шуточки, может быть, фильмы там интересные. Ты знаешь, да, я смотрю и читаю. Не могу сказать, что я смотрю сейчас какое-то такое очень значительное кино, потому что, ну, я считаю, сейчас в этот момент самое главное сохранить психику. Вот, ну, в том плане, что я смотрю хорошее кино, но не настолько, может быть, глубокомысленно и насколько нужно, не знаю. Вот. Ну, из кино, вот из того, что мне прям очень понравилось, старомодная комедия с Алисой Френдлих, допустим, чудесная. У зеркала два лица с Барбарой Стрейзент. Вот. Потом я посмотрела «Войну и мир» с Алисой Френдлихом. Ну, просто я ее очень люблю и как-то, ну, мне понравилось. Ну, это классика, это как бы естественно. Да, не смотрела. «На гребне волны» с Киану Рифт. Тоже понравилось. Ну, вот из того, что понравилось. Из того, что вот просто поднимает настроение отец невесты Стив Марсин замечательный просто. Ну, это тоже классика, это потрясающий актер, он победительный, это такой юмор, и вообще это очень смешно смотреть эти фильмы, действительно. Ну, весело, потому что сейчас... Да, знаешь, сейчас тяжело, я пыталась посмотреть «Настройщик Киры Муратовой», и вообще не пошло, вообще. Может быть, я просто не люблю такое кино, но как-то очень было не в настроении. А из книг, ну, из того, что вот опять же, что я могла посоветовать, мне очень понравился роман «Внучка римского Корсакова» Ирина Головкина, называется «Лебединая песня». Он не был опубликован буквально, не знаю, до, ну, до 90-х годов, наверное. Вот, он лежал в библиотеке, ну, до тех пор, пока его можно будет опубликовать, когда уже, в общем-то, все запреты будут сняты, о времени, в общем-то, о сталинских репрессиях. Понятно. Причем это художественный, ну, художественный роман с замечательным языком написанный, и такое, знаешь, прям вот, ну, я давно не читала ничего такого настолько вот настоящего, глубокого, вот прям цепляющего. Понятно. А все остальное, все, что я читаю, я читала какие-то, не знаю, американские, зеленые помидоры в кафе «Полустанок», ну, такая американская тоже классика считается, но не очень. Понятно. Просто это вчера тоже нашумевшая тема, когда вдруг мы вскрыли, что, оказывается, есть клуб, как бы, карантинной книги, назовем вот так, хотя это называется «Карантин точнее, не для меня». Ну, я понимаю, да, что, возможно, это все-таки не для тебя, но мы можем под этим пару идей, как бы, как они еще могут хорошо проводить время, что им, может быть, стоит тоже прочитать. В конце концов, никто не знает, сколько нам еще сидеть, вот, все думают 31 мая, а потом там Шандараха и за два дня нам говорят там, не дай бог, да, что 15 июля, что-нибудь такое, поэтому... Нет, надо быть готовым, да. Как бы, мы на позитиве, но, как бы, тоже защита, как говорится, от дворянок, она срабатывает. Лиза, я была очень рада с тобой пообщаться. Да, я рада, если я очень рада. Да, благодарна за разговор и надеюсь, что скоро мы увидимся в реальности, увидимся на проекте. Вот, повторюсь, что, как бы, мне бы очень хотелось, чтобы ты приняла вот в этой вот шопеновской опции. Я бы тоже очень хотела. Да, потому что это все-таки вот, я там и специально игроков других подготовил, в общем, у меня там все было уже, знаешь, как-то так на мази, даже обидно, потому что вот сегодня, вот, буквально уже 15 мая, да, вот, ну, собственно, завтрашний день, и вот это тоже одна из проектных дат была. И очень, конечно, сердце кровью обливается, ну, вот, спасибо Midnight Loft Online за то, что он на время становится таким вот заменителем. Нет, Алис, ты свое дело выполняешь и во время карантина, и, правда, я бы заходила каждый день в свои эфиры. Ну, как-то это расцвечивает наше все равно будни. Ну, мне приятно сделать хотя бы ту малую часть, которую я могу сделать, потому что, знаешь, правда, как-то и жалко и музыкантов поддержать хочется, и людей жалко, потому что все-таки остаться без вот такого вот культурной жизни. Знаешь, вот, даже с другой стороны зайду, скажу, что бэкстейдж всегда интересен, ну, а сейчас это супер бэкстейдж, потому что каждая, вот мы сейчас сидим, ты у себя дома, я у себя, мы практически побывали друг у друга в гостях. Нет, замечательно, я, знаешь, если честно, я кроме мамы никого не вижу. Нет, еще у меня есть ученица замечательная одна, вот, я ее вижу в скайпе, и все. Ну, мне приятно, что я как бы как-то ворвалась. Я очень рада просто общаться, правда. Наверное, это заметно. Ну, нет, на самом деле все очень хорошо, и как бы, ну, давай общаться, что нам мешает. Я организую какой-нибудь еще проект, который будет уже, ну, не в онлайне, а просто, так сказать, уже для закрытой музыкальной группы просто как бы поговорить о музыке, поговорить о высоком, там, ну, кто как вообще, жив, здоров. Вот, если бы можно было, понимаешь, я бы это реализовала и здесь, даже в онлайне, не жалко, так сказать, почему бы и можно шире круг сделать, да, и аудитория, и там, я не знаю, друзья, там, любых профессий. Но здесь, возможно, только два, как бы, окна, и, соответственно, вот недоработка Инстаграма. Дорогой Инстаграм, пожалуйста, сделайте, как вы думаете, чтобы было хотя бы 20 диалоговых окон, тогда мы сможем всю нашу аудиторию посадить, и в нужный момент будем их включать. Вот, вот такая небольшая моя мечта. Да, ну, ладно, да, спокойной ночи тебе, вот, привет, Мария. Спокойной ночи, Алис, я, да, от мамы тоже привет. Пока-пока. Спасибо тебе за это. Да, тебе тоже. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня очень тоже так информативно провели этот час, даже чуть больше, вот, это было очень здорово, потому что, видите, какая Ализа молодец, как вообще правильно человек подходит, вот, такое правильное отношение, что, да, это проблема, но вот меняется полностью, да, вот, ну, как бы установки, да, что, ну, вот сейчас так, и вот, вот нужно, как бы, конструктивно подходить к тому времени, которое, да, вот, образовалось. Ну, понятно, там сначала переезд, а потом вот уже человек сидит, занимается, да, как бы, не деградирует, спокойно, эволюционирует напротив, да, то есть, как бы, я вам этого и желаю. Вот, видите, все-таки наши, мы вот ищем, ищем позитивных людей, и мы находим их каждый, на самом деле, вечер, потому что, когда начинаешь узнавать, как дела у человека, как вообще вот, как все, собственно говоря, как он вообще, да, себя ощущает, вот тут-то и приходит самый настоящий подарок, который можно сейчас устроить, как бы, для себя, ну, для этих диалоговых окон, для вас, дорогие друзья. Ну, все, я с вами прощаюсь, и завтра мы с вами увидимся снова в полночь. Подключайтесь, я буду рада вас видеть. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok